Доброго дня, дорогие друзья! Продолжаем наше занятие. И сегодня речь пойдет по нашей теме. Это тренировки. О них мы говорили в прошлый раз, что нужно есть до тренировки. А сегодня мы скажем, что нужно есть после тренировки. И нужно лезть вообще. Ну, мы знаем, что спорт это 30% успеха. Однако остальные 70% приходится на питание. Особенно важен прием пищи, который идет непосредственно перед тренировкой и непосредственно после тренировки. Но для начала мы напомним вам, что еда после тренировки, она необходима, как и перед. И существует мнение, что если пропустить прием пищи после физической нагрузки, то силы на восстановление организм будет черпать из собственных ресурсов. И этим вы обязательно похудеете. Но на самом деле, такая голодовка лишь замедлит процесс похудения. И отрицательное скажется на процессах обмена веществ или метаболизма. Специалисты и диетологи рекомендуют есть в течение 30-45 минут после того, как вы закончили тренировку. Причем выбор блюд напрямую, должен сказать, отразится на вашем результате. Как питаться после тренировки, чтобы повысить ее эффективность, я вам сейчас коротенько расскажу. Ну, например, лосось. Лосось порция белка, это то, что действительно необходимо организму после тренировки. И богатая пища белком позволяет сохранить эффект от тренировки на раститель, укрепить мышцы в зависимости от вашей цели и специфики проделанных упражнений. Порция лосося обеспечивает организм не только 20 граммами белка, но и важнейшими витаминами, омега-3 кислотами, которые очень хорошо воздействуют на все системы организма. Яйца наши ставры, добрые. Еще один прекрасный источник белка. Помимо всего прочего, они, как мы говорили в прошлой теме, необычайно богаты витаминами В, Д, Е, биотином, калием-фолиевой кислотой, ненасыщенными жирными кислотами. Большинство полезных веществ, повторяемся, находятся в желках, не выбрасывайте их, не избавляйтесь, даже если цель ваша – снижение веса. Много чего кто говорит по этому поводу, никого не слушайте. Высокая калорийность желков – это миф, скорее всего, и от двух цельных яиц после тренировки. Ничего вам не будет, и вы точно не поправитесь. Черный рис. Черный рис – это один из лучших источников медленных полезных углеводов из всех существующих, я вам должен сказать. Вопреки также распространенному мнению, углеводы после тренировки есть необходимо. Они, работая в тандеме с белками, катализируют обмен веществ, укрепляют организм, ускоряют его восстановление, и заметно улучшают результаты тренировки. Кроме углеводов, черный рис богат клетчаткой, витаминами и нашими старыми добрыми, также антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений и значительно замедляют процессы старения. Йогурт. Например, греческий йогурт без сахара и добавок. Это идеальная легкая еда, которая поможет восстановить силы, запасы белка, после физической активности. Сюда можно добавить и домашнюю гранулу, или ягоды. Второй вариант, даже предпочтительнее. Помимо необходимых после тренировки углеводов, эти ягоды обеспечат настоящий заряд витаминов и антиоксидантов. О самых полезных летних ягодах мы, наверное, тоже сделаем видюшку и расскажем, что это такое. И, наконец, орехи. Если ритм жизни не позволяет вам долго трапезничать после тренировки, вы спешите. На помощь вам придут орехи. Например, горсть миндаля или кешью. Все это прекрасно восстановит ваши силы и позволит вам дотянуть до следующего приема пищи без труда и дискомфортных ощущений. Орехи, как мы знаем, у нас есть об этом видео, смотрите. Давно, правда, оно было. Но оно есть. Богатые орехи растительным белком, полезными жирами, витаминами А и Е. И множеством полезных микроэлементов. На сегодня это все. Как всегда, будем здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok